Всех приветствую! Сегодня я видео хочу снять по высадке рассады огурца. Сейчас пошел массовый выкуп заказов огурцов. Хочу некоторые очень важные вещи вам произнести. Вот смотрите, до вас донести, чтобы вы услышали и так поступили, желательно. Хотя все взрослые люди, как хотите, так и поступайте. Смотрите, купили рассаду огурца. Уже вот идет 2-3 настоящих листика. Все, рассада готова к высадке. Не высаживаем в открытый холодный грунт. Если вы в открытый грунт высаживаете, каким-то способом прогревайте грунт. Не ниже 15 градусов нужен грунт для огурца, иначе остановится в росте, начнет желтеть, синеть и так далее. Оно вам надо, оно вам не надо. Следующее важно. Заправили грядку огурцов. Делаем предварительно лунку. Перед тем, как вы вынимаете из стакана, из горшка нашу рассаду, предварительно делаем лунку. Лунку делаем по размеру. Не нужно сильно заглублять, хотя вы можете заглубить вот по семидольные листики. Вот по эти листики вы можете, вот видите, толстенькие, самые первые, кругленькие. По эти листики вы можете заглубить. Сделали отверстие. Каким образом вынимаем? Посмотрите, вот я беру стаканчик, обжимаю его со всех сторон, снимаю, сняла, смотрю. Корневая система хорошо развита. Но еще она не обвила, не сделала никаких там завитков. Не требушим ни в коем случае. Ком у рассады огурца любых бахачевых культур ни в коем случае не нужно требушить. Закрытая корневая система. Радуйтесь, что она такая есть. И берем, у нас уже отверстие подготовлено, да? И берем, и вот прям таким образом, раз, и вставляем в то предложенное место, куда вы уже подготовили. То есть поняли, да? Не нарушаем ком, не нарушаем нежную корневую систему огурца. Еще что важно знать. Высадили, она все-таки у вас попадает совершенно новый климат. У меня она в одном климате росла, у вас она в совершенно другом климате растет. Обязательно притеняем. На первые 2-3 дня пусть адаптируется к вашему климату. Чем можно? Колпачок из газеты прям замечательно. Каких-то две палочки, две дуги там накинули, набросили спонбон-тряпочку. Замечательно. Пленочку не используйте, сгорит. Что еще важно? Сильно не заливайте рассаду огурчика. Вы купите, она, скорее всего, будет хорошо пролитая, обработанная от вредителей. На первое время ей достаточно. И чем ее не брызгайте, ну, может, знаете, душа болит, хочется чем-нибудь. Ну, и пинчиком там немножко сбрызните. Вот, что важно, я хотела сказать. Притеняйте, пожалуйста, и не нарушайте комп земли в рассадном стаканчике. Вот это важно. Еще, тут некоторые девочки приходили, говорят, забывают открывать теплицу. Посмотрите, какое солнце. Если у меня градусники висят, да, если я прихожу, допустим, там 8 утра и еще не открыла, то здесь может больше 30 градусов быть. Это очень жарко. Поэтому проветривайте, открывайте форточки, открывайте там двери у своей теплицы. У меня, если жаркая погода, то с двух сторон двери открыты у теплицы, не только окна. Ну, вот все, что я хотела вам сказать. Все, всем пока. Спасибо. Удачи. Спасибо за просмотр. Удачи вам в выращивании ваших огурчиков. Сорта все у нас прекрасные, замечательные, так что будут вас радовать до самой осени. Конечно, время от времени от вредителей нужно обрабатывать, потому что мошки, блошки всякие летают в течение сезона хотя бы профилактически фитовермом. Фитоверм – это биопрепарат. После одного-трех дней можно уже кушать опять огурчики. Поэтому, ну вот, все, что я хотела сказать.